Привет, сэр. Рано или поздно для каждого автовладельца наступает время, когда ее в двигателе начинает кипеть охлаждающая жидкость. Антифриз. Тасон. Причиной закипения антифриза могут быть. Первый. Сначительное снижение уровня антифриза в пачке. Второй. Низкое качество охлаждающей жидкости. Третий. Сосор в радиаторе. Четвертый. Неисправность вентилятора в системе охлаждения. Пятый. Неисправность термостата. Шестой. Неисправность крышки радиатора или расширительного бачка. Первая и вторая причина понятны и можно легко их устранить. Но засор в радиаторе самая нежелательная причина. Устранить ее можно только с заменой радиатора. Или может нас спасти снаружи и внутренняя промывка. Снаружи радиатор следует обмитть керкелу. А внутренняя промывка довольно сложная задача. И доверить это занятие можно только специалистам. Неисправность вентилятора тоже довольно широко распространенная причина закипения. Причиной могут быть само внутренняя неисправность вентилятора. Окисление проводок. Перегрев передохранителя. Реле. Неисправность татчика ТОЖ. Или татчика вентилятора. Ну и неисправность термостата тоже широко распространенная причина в закипении охлаждающей жидкости. Термостат это прибор для поддерживания нужной температуры в двигателе. Он ускоряет прогрев мотора и поддерживает нужный тепловой режим работы. Об этом и как ее проверить я рассказывал в одном из моих видео. Ссылку на это видео оставлю ниже в описании этого видео. И кому интересно смотрите. Там много что полезного. Неисправность крышки радиатора. Расширительного бачка является той же причиной закипения антифриза. В современных автомобилях система охлаждения устроена по-новому. Охлаждительный жидкость двигателя циркулируется под большим давлением. И давление в движке поддерживается керметичностью. И с помощью крышки радиатора. Повышенное давление в современных двигателях нужно для того, чтобы поднять, повысить температуру кипения охлаждающей жидкости от 100 градусов до примерно 120 градусов Цельсия. Об этом устройстве тоже подробно рассказываю в одном из моих видео. И ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Вы узнаете очень много полезную информацию. Ну и важные рекомендации. Если вы заметили, что кипит антифриз, не открывайте крышку сразу. И подождите, пока двигатель чуть не остинет. Если крышку все-таки обязательно нужно открыть, и это вызвано необходимым обстоятельством, делайте это так, чтобы избежать ожоги. Если, когда прислушиваемся к двигателю, слышно бурление, шкварчание антифриза, не стоит сразу думать, что кипит охлаждающая жидкость. Иногда причиной таких звуков является появление дырки в радиаторе или течь в патрубках системы ОШ. Вспомните, в последнее время не уменьшается ли уровень антифриза. Внимательно осмотрите, нету ли внизу под машиной потеки антифриза и так далее. Думаю, для многих данное видео будет полезным. Прошло подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok